всем привет с вами канал linux for user и в этом видео я покажу как установить ubuntu вместе с windows на компьютер у которых материнская плата поддерживает ufi и разметку жесткого диска я буду делать формате g5 это видео подойдет и тем кто хочет установить ubuntu не переустанавливая windows более подробную информацию о том что будет в этом видео вы можете посмотреть в описании на канале linux for user в описании каждого видео есть содержание и тайминг то есть вам не обязательно смотреть все видео вы можете кликнуть на ссылку а точнее на нужное вам время и посмотреть только тот момент который вас интересует но если вы смотрите это видео впервые то я советую вам посмотреть его полностью чтобы не пропустить никаких важных моментов для тех у кого материнские платы не поддерживают ufi тогда смотрите видео по установке ubuntu на компьютер с bios чтобы приступить к просмотру этого видео вам нужно кликнуть на ссылку точнее кликнуть на соответствующую аннотацию а если вы не знаете поддерживает ли ваша материнская плата ufi то в таком случае кликнув на соответствующую ссылку вы можете узнать как это определить где скачать установочный образ windows я думаю вы знаете поэтому сейчас покажу где скачать ubuntu скачать дистрибутив можно сайте ubuntu.ru а также на сайте ubuntu.com все ссылки на сайт и смотрите в описании этого видео нажимаем скачать ubuntu мы будем скачивать ubuntu 1604 lts не только потому что это самая новая версия ubuntu на момент записи этого видео а потому что это lts версия и даже когда появится ubuntu 1610 это будет не lts версия все равно лучше скачивать 1604 пока не выйдет новый релиз lts версии ubuntu скорее всего это будет ubuntu 1804 которая появится в 2018 году так как новые релизы lts версии ubuntu появляются раз в два года вот как вы сами видите до выхода 1604 было 1404 а до нее было 1204 чуть позже я поясню почему я рекомендую начинающим пользователям linux всегда устанавливать lts версию и чем отличается lts версия от не lts как вы видите здесь есть 64-битные 32-битная версии если у вас больше 2 гигабайт оперативной памяти архитектура процессора поддерживает 64-битную версию операционной системы то соответственно ее и скачивайте если же нет то скачивайте 32-битную а также можно выбрать версию десктоп и сервер что касается версии сервер название говорит само за себя то есть это ubuntu используем в качестве операционной системы сервера то есть после установки ubuntu будет только текстовая консоль версия десктоп это ubuntu с графической оболочкой unity плюс стандартный набор программного обеспечения с графическим интерфейсом то есть это браузер текстовые редакторы файловые менеджеры и так далее в общем скачем версию десктоп скачать можно напрямую из сервера или используя торрент я буду скачивать через торрент еще один такой момент в разделе семейства ubuntu есть несколько дистрибутивов это почти та же самая ubuntu в основном все отличия этих дистрибутивов только в окружении рабочего стола проще говоря разные графические оболочки если вы например ставите ubuntu на компьютеру которого слабое железо то советую обратить внимание на такой дистрибутив как el ubuntu или ex ubuntu у этих дистрибутивов легковесной графические оболочки которые потребляют мало ресурсов устанавливаются эти дистрибутивы абсолютно так же как и ubuntu для тех кто знает что значит lts версия и не lts и чем они отличаются тогда можете кликнуть на ссылку и пропустить то что я сейчас буду говорить про эти версии lts версия эта версия с долгосрочной поддержкой который составляет 5 лет то есть для версии 1604 обновления будут выпускаться до апреля 2021 года и это более отлаженная стабильная версия системы что касается других дистрибутивов с длительной поддержкой из семейства ubuntu то у некоторых поддержка составляет либо также 5 лет например как у дистрибутива key ubuntu а вот например у ex ubuntu там поддержка 3 года в общем если вам интересно то в разделе семейства ubuntu можете по ссылкам перейти на официальные сайты этих дистрибутивов и посмотреть сколько лет составляет поддержка у lts версий поясню это на примере ubuntu так вот в lts версию ubuntu первые два года будут выпускаться обновления с реализации поддержки нового оборудования новыми версиями ядра linux и так далее а последние три года будут выпускаться только обновления с исправлением критических ошибок и проблем безопасности то есть разработчики то версии берут на себя как бы определенные обязательства которые заключаются в том чтобы поддерживать дистрибутив в стабильном состоянии то есть следить за тем чтобы среди пакетов не было каких-то ошибок конфликтов чтобы пакеты были полностью совместимы с данной версией дистрибутива ubuntu за такую постоянную стабильность приходится платить устареванием программного обеспечения концу сроков поддержки но зато на протяжении всего периода поддержки не будет меняться формат конфигурационных файлов интерфейс программ и так далее все будет предсказуемо и надежно работать на мой взгляд устаревающий софт это не является какой-то проблемой так как еще раз повторюсь на протяжении всего срока поддержки самые важные обновления регулярно будут приходить то есть это те обновления которые будут исправлять критические ошибки и проблемы безопасности интерфейс программы и функционал изменяется довольно редко то есть чаще всего новая версия какой-то программы почти ничем не отличается от предыдущей тем более как я уже говорил каждые два года выходят новые релизы lts версию ubuntu если все-таки в официальных репозиториях вы не найдете какого-то приложения либо вам понадобится более новая версия какой-то программы в таком случае используйте ppa для тех кто не знает что такое репозиторий и ppa сейчас сразу коротко поясню в общем большая часть программного обеспечения в ubuntu распространяется в виде файлов с расширением деба такие файлы еще называют пакетами в них содержатся программы и необходимые библиотеки сами пакеты хранятся в репозиториях то есть как вы уже поняли репозиторий это хранилище пакетов и кстати по такому же принципу распространяется программное обеспечение для смартфонов которые в качестве операционной системы используют android ios и подобные системы помимо официальных репозиториев есть еще и сторонние репозитории так вот ppa это и есть сторонние репозитории еще раз повторюсь подключив ppa вы сможете установить или обновить программу которой нет в официальном репозитории установка программ в linux это уже отдельная тема поэтому не буду сейчас вдаваться в подробности вне lts версии то есть в обычной версии как вы уже наверняка догадались новее программное обеспечение версии ядра linux и так далее а также для программного обеспечения приходит больше каких-то обновлений но на совместимость последней версии ubuntu тщательно тестируется в основном только наиболее популярный софт остальное программное обеспечение тестируется не так тщательно и соответственно в результате таких обновлений могут иногда возникать проблемы но они как правило минимальные и пользователи которые пользуются ubuntu не первый день большинство таких проблем решают довольно быстро в общем не lts версия на как бы экспериментальная но в целом до окончания поддержки в основном тоже все довольно стабильно работает что касается поддержки то в отличие от lts версии в не lts поддержка составляет всего 9 месяцев потому что каждые полгода выходит новая версия ubuntu обычно новые релизы выходят в апреле и в октябре также на мой взгляд еще один существенный недостаток не lts версии в том что при обновлении ubuntu до новой версии иногда возникает много проблем потому что в новых версиях может существенно измениться функционал соответственно придется провести некоторые ручные манипуляции то есть подправить настройки установить или удалить пакеты и так далее поэтому когда через полгода выходит новая версия ubuntu для некоторых пользователей иногда проще переустановить систему чем чего-то там настраивать я рекомендую вам выбрать lts версию и по необходимости использовать ppa потому что lts это более отлаженная система а также это постоянная стабильность и долгосрочная поддержка а если кто-то в будущем надумает использовать ubuntu в качестве операционной системы сервера то в таком случае однозначно нужно выбирать lts версию что касается не lts версии и и в принципе можете установить но только в качестве настольной операционной системы потому что в целом она тоже работает довольно стабильно и там новее программное обеспечение но когда вы будете обновляться до новой не lts версию ubuntu еще раз повторюсь который выходит раз в полгода у у вас может возникнуть много проблем и возможно вам придется даже переустанавливать ubuntu потому что скорее всего это будет легче сделать чем чего-то там настраивать если вы не собираетесь переустанавливать windows а хотите просто рядом поставить ubuntu тогда нужно убедиться в том что у вас windows действительно установлена в режиме ufi с разметкой формате gpt они в режиме bios с разметкой в формате mbr чтобы это проверить открываете проводник windows затем нажимаете правой кнопкой мыши на этот компьютер управление управление дисками вот видим разделы которые создаются автоматически при установке windows в режиме ufi это раздел recovery то есть раздел восстановления и раздел эфи так вот если у вас есть эти разделы значит windows установлена в режиме ufi в таком случае делайте загрузочную флешку с ubuntu соответственно для тех кто будет устанавливать с нуля нужно сначала сделать загрузочную флешку с windows и после того как установите windows сразу же делайте загрузочную флешку с ubuntu как сделать загрузочную флешку я говорил в одном из своих видео и обратить внимание на то что флешку нужно сделать именно для загрузки в режиме ufi то есть в программе rufus где пункт схемы разделы тип системного интерфейса выбирайте gpt для компьютеров с интерфейсом ufi чтобы приступить к его просмотру кликните на соответствующую ссылку чуть позже я покажу как включить режим ufi на примере нескольких прошивок ufi и те у кого windows уже установлена в режиме ufi и вы ничего не меняли в настройках то соответственно вам ничего настраивать не нужно поэтому если хотите можете кликнуть на соответствующую ссылку и пропустить то что я сейчас буду говорить про ufi перед тем как начнете загружаться с образа операционной системы сначала запускаете ufi как это сделать вы наверняка знаете но на всякий случай я поясню подробнее после включения компьютера когда будет отображаться название производителя материнской платы или будет отображаться информация об объеме оперативной памяти модели процессора и так далее так вот в этот момент запускаете ufi я сделал вот такую табличку поставив это видео на паузу вы можете найти производителя своей материнской платы и посмотреть на какую клавишу нужно нажать чтобы запустить ufi в моем случае это клавиша f2 вот так выглядит ufi у меня на стационарном компьютере как вы видите это материнская плата asus с прошивкой ufi 2014 года у вас же интерфейс ufi может отличаться в зависимости от того какой производитель материнской платы а точнее какая прошивка но принцип настройки везде один и тот же в общем если у вас на стационарном компьютере тоже материнская плата asus то интерфейс ufi будет выглядеть либо также либо почти так же чтобы в платах asus включить режим ufi нужно сначала перейти в advanced mode то есть в расширенный режим нажимаем ok затем переходим во вкладку boot далее переходим в csm и здесь напротив boot device control выбираем либо ufi and legacy либо ufi only если вы ставите первый пункт то когда вызовете boot меню там можно будет загрузиться с флешки в режиме bios и в режиме ufi а если вы ставите второй пункт то соответственно загрузиться можно будет только в режиме ufi в общем я выберу пункт ufi and legacy чтобы потом в boot меню наглядно показать вам два режима загрузки далее переходим в secure boot и здесь нужно выбрать вот этот пункт windows ufi mode затем нужно будет сохранить все изменения и выйти чтобы это сделать переходите во вкладку exit нажимаете save changes reset и подтверждайте что нужно сохранить изменения то есть нажимаете yes затем нужно будет запустить boot меню и загрузиться с флешки в режиме ufi чуть позже я поясню подробнее как это сделать вот так могут выглядеть некоторые версии прошивок ufi на первый взгляд может показаться что это bios но это не так потому что ufi это не вот эти красивые менюшечки которые мы видели на материнской плате от asus а в первую очередь ufi это интерфейс для драйверов и загрузчиков в общем здесь опять же нужно перейти во вкладку boot и где boot мод выбрать режим ufi а что касается secure boot то здесь он располагается во вкладке security как видите можно указать значение либо enabled либо disabled если у вас secure boot выглядит таким образом то выставляете значение enabled затем нужно будет сохранить все изменения и выйти чтобы это сделать также переходите во вкладку exit нажимаете exit saving changes и подтверждаете что нужно сохранить изменения то есть нажимаете yes у меня к сожалению нет возможности показать настройку ufi в материнских платах от других производителей но я думаю там просто немного отличаются название пунктов меню и как я уже говорил принцип настройки один и тот же в общем нужно найти похожие пункты меню если не можете найти где включить режим ufi тогда попробуйте просто оставить настройки по умолчанию главное чтобы в будд меню который вы сейчас видите на своем экране можно было выбрать загрузку с флешки в режиме ufi я думаю скорее всего вы знаете как запустить будет меню но на всякий случай я сделал вот такую табличку в которой вы можете найти производителя своей материнской платы и посмотреть на какую клавишу нужно нажать чтобы запустить будет меню в моем случае это клавиша f8 после того как вы сохраните изменения и выйдете из ufi компьютер перезагрузится и во время загрузки запускаете вот это будет меню а соответственно для тех кто устанавливает ubuntu без переустановки windows вам просто нужно перезагрузить компьютер и также запустить будет меню в моем случае первый пункт это жесткий диск второй пункт это флешка на пункты windows boot manager и ubuntu сейчас не обращайте внимание у меня они здесь отображаются потому что на момент записи boot меню у меня уже установлена windows вместе с ubuntu сейчас обратите внимание только на второй и предпоследние пункты как вы уже догадались второй пункт это загрузка с флешки в режиме bios а предпоследний пункт это загрузка с флешки в режиме ufi в общем выбираем загрузку в режиме ufi сейчас я буду устанавливать windows и напоминаю для тех кто устанавливает ubuntu без переустановки windows у вас сейчас должна быть сделана загрузочная флешка с образом ubuntu и соответственно сейчас вы загружаетесь с образа ubuntu кликнув на соответствующую ссылку можете пропустить установку windows так как это видео на русском языке поэтому я выберу русский язык вы же выбираете тот который будет для вас удобнее и затем просто следуем инструкциям установщика принимаем соглашение тип выбираем выборочные создаем раздел под операционную систему windows я выделю 50 гигабайт вы же можете выделить например 60 или даже 40 гигабайт в зависимости от того какие программы будете устанавливать на диск си как вы видите автоматически создалось еще несколько разделов если у вас также то это означает что вы устанавливаете windows в режиме ufi с разметкой формате g5 то есть это означает что вы делаете все правильно далее форматируем этот раздел то есть создаем на нем файловую систему ntfs затем создаем раздел для хранения личных файлов то есть документов видео и так далее выделяем все оставшееся место и также форматируем его далее выбираем диск си то и вот пошла установка windows все операционная система windows установилась теперь делаем перезагрузку компьютера и загружаемся с образа ubuntu также выбираем загрузку в режиме ufi после того как вы загрузитесь с образа ubuntu у вас появится вот такое загрузочное меню grab здесь выбираем пункт try ubuntu without installing и вот загрузилась система и теперь нужно будет запустить программу gparted в которой мы выделим свободное место под раздел ubuntu и создадим их в общем нажимаете либо клавишу win либо кликайте на вот эту иконку вводите gp и запускаете программу gparted как вы видите вот здесь отображается меню программы вот здесь информация о разделах а вот здесь программа gparted нам показывает какие устройства в данный момент подключены так как я устанавливаю операционную систему на виртуальную машину поэтому у меня здесь отображается виртуальный жесткий диск под который я выделил 120 гигабайт и флешка с которой я загрузился dev это от слова девайс по русски устройство sd это имя жесткого диска ну а цифра рядом с разделом это номер раздела как вы видите флешке назначилось имя sdb то есть при обнаружении нового устройства в алфавитном порядке меняется последняя буква в имени жесткого диска например следующее устройство уже будет называться devsdc в общем если у вас еще будут подключены какие-то устройства программа gparted их определит и вы сможете из этого списка выбрать нужное вам устройство ориентируйтесь по размеру то есть уже сразу понятно что 120 гигабайт это жесткий диск а 4 гигабайта это флешка также вот видим пять разделов первые три раздела как вы уже знаете автоматически создаются во время установки windows а точнее во время разметки жесткого диска 4 раздел это раздел на котором установлен операционной системы windows то есть этот раздел отображается windows как диск си ну и пятый раздел это диск d сейчас нужно будет выделить свободное место подраздел убунту обычно при установке windows большинство пользователей делают вот такую разметку жесткого диска то есть обычно диск си используется как системный раздел а диск d используется для хранения личных данных то есть документов фильмов и так далее если вы не переустанавливали windows и не делали бэкап то есть резервную копию ваших файлов то делать ее не нужно потому что когда вы будете выделять свободное место никаких данных с раздела не потеряете если вы опять же не переустанавливали windows но у вас все хранится на диске си то есть нет диска d тогда я вам рекомендую выделить свободное место не только подраздел убунту но и под диск d и сразу же его создать а уже потом создавать разделы под бунту чуть позже я покажу как это сделать так как у меня этот раздел есть соответственно я буду выделять свободное место только подраздел убунту отрезаем место от диска d если уже у вас нет этого раздела тогда отрезаете от диска си чтобы это сделать нажимаем правой кнопкой мыши на пятый раздел затем нажимаем ресайз мув напротив фриспейс указываем то сколько нужно выделить свободного места 50 гигабайт будет вполне достаточно это я даже выделяю с запасом потому что я не знаю какие программы вы будете устанавливать сколько места будет занимать кэш раздел подкачки и так далее вот здесь указываем мегабайты ну и как вы уже поняли если у вас сейчас нет диска d то соответственно вам нужно выделить больше места чтобы сначала создать диск d а потом уже создавать разделы под кубунту теперь создаем новый раздел нажимаем правой кнопкой мыши на неразмеченную область затем new либо клавишу insert для тех кто сейчас создает диск d тогда напротив new сайз указывайте то сколько будете выделять свободное место под этот раздел и вот здесь указывайте файловую систему ntfs вот здесь вставляйте по умолчанию потому что здесь кроме прайма репортиша ничего выбрать нельзя так как разметка в формате g5 для тех у кого диск d есть соответственно вам делать этого не нужно а нужно создать раздел подкачки я советую вам его создать потому что если вы переведете компьютер в спящий режим то все запущенные приложения будут выгружаться из оперативной памяти в раздел подкачки и когда вы выведете компьютер из спящего режима все запущенные приложения обратно выгрузятся из раздела подкачки в оперативную память а также если у вас будет не хватать оперативной памяти то есть будет происходить переполнение то также все лишнее будет выгружаться в раздел подкачки в общем указывайте здесь linux своп и выделяйте под этот раздел столько места сколько у вас оперативной памяти я выделю 8 гигабайт и затем нажимаем и до теперь нужно будет создать корневой раздел то есть это будет системный раздел под убунту выделяем под него все оставшееся место и указываем файловую систему экст 4 если вы сделали что-то не так и хотите отменить какие-то действия тогда нажимаете на вот эту оранжевую стрелку внизу вот в этом поле можно отслеживать те действия которые вы отменили если вы все сделали правильно тогда сейчас нужно подтвердить все изменения для этого нажимаем на вот эту галочку apply all operations и нажимаем apply для тех кто понимает почему на мой взгляд такая разметка будет самой оптимальной для начинающего пользователя linux можете кликнуть на ссылку тем самым пропустить то что я сейчас буду говорить и приступить к установке ubuntu в общем некоторые пользователи windows не могут сразу резко перейти на linux и переходит постепенно и на мой взгляд как раз вот такой вариант разметки позволяет продолжать пользоваться windows постепенно осваивать linux и переходить на эту операционную систему вот этот диск иди будет общим хранилищем всех ваших личных данных то есть документов фильмов музыки и так далее так как ваши личные данные будут находиться на диске d поэтому с остальными разделами вы можете делать все что угодно и никакие ваши данные не пострадают но конечно же при условии что вы не будете форматировать сам диск d то есть если что-то произошло с windows либо с linux ничего страшного в этом нет вы без проблем сможете либо переустановить любую из операционных систем либо загрузиться subuntu в лайв режиме то есть так как мы сейчас загрузились флешки затем перейти в файловый менеджер здесь зайти на диск d и получить доступ к вашим личным данным в некоторых видео на youtube или в каких-нибудь руководствах по установке linux рекомендуют создавать раздел home и при работе в операционной системе linux сохранять все личные данные на этот раздел на мой взгляд начинающим пользователям linux который продолжает пользоваться windows раздел home создавать не нужно потому что проблема в том что в проводнике windows раздел home не будет отображаться соответственно когда вы поработаете например с каким-нибудь текстовым документом в linux и сохранить его на раздел home то продолжить работать с этим документом в операционной системе windows вы уже не сможете потому что у раздела home тип раздела linux и файловая система ext 4 так вот по умолчанию операционной системе windows не понимает тип раздела linux и файловую систему ext 4 эту проблему можно решить установив специальный драйвер или еще какие-то программы но в операционной системе windows могут возникнуть проблемы с записью файлов на раздел либо будет маленькая скорость передачи данных либо постоянно придется запускать программу чтобы скопировать какой-то файл и самый простой способ решения всех проблем это создать общий раздел с файловой системы ntfs что мы собственно и сделали создав диск d потому что ubuntu в отличие от windows без проблем распознает различные типы разделов и файловые системы так как там уже имеется соответствующее программное обеспечение и в нашем случае незачем создавать раздел home на первый взгляд звучит все это как-то сложно но на самом деле все довольно просто посмотрев видео по настройке ubuntu вы узнаете как сделать ссылки на директории находящиеся на диске d если вы заранее сделать эти ссылки на директории то при сохранении файлов в ubuntu вам даже не нужно будет задумываться о том что их надо сохранять на диск d чтобы с ними можно было работать в операционной системе windows кликнув на соответствующую ссылку в новой вкладке браузера откроется видео по настройке ubuntu и как только вы досмотрите это видео сразу же рекомендую перейти к просмотру видео по настройке ubuntu еще один такой момент иногда вы можете увидеть что создают раздел boot чтобы ядро системы и загрузчик находились не в корневом разделе а в отдельном разделе но опять же в нашем случае незачем это делать так как мы скачали ubuntu для использования в качестве настольной операционной системы а не для сервера и на будущее сразу поясню такой момент если вы будете устанавливать linux без windows и будете использовать linux в качестве настольной системы они для сервера тогда можете сделать вот такую разметку как вы видите первый раздел это раздел подкачки второй раздел под саму операционную систему и третий раздел под какие-то личные данные то есть документы фильма и так далее запускаем установщик ubuntu здесь выбираем язык так как это видео на русском языке соответственно я выберу русский язык вы же выбираете тот который будет для вас удобнее после установки ubuntu вы без проблем сможете поменять язык в системе на любой другой нажимаем продолжить ставить галочку напротив обновлений не нужно установим обновление после установки ubuntu в видео по настройке ubuntu вы узнаете как обновить систему вторую галочку лучше поставить чтобы сразу установилась стороннее программное обеспечение то есть это кодеки для воспроизведения видео и музыки а также установится флеш-плагин для просмотра видео в браузере и так далее здесь выбираем другой вариант выбираем раздел sd-e6 и опять указываем что это раздел подкачки и нажимаем ok затем выбираем раздел sd-e7 то есть корневой раздел опять указываем файловую систему ext4 ставим галочку форматировать и выбираем точку монтирования слэш а если бы это был например раздел home то соответственно нужно было бы выбрать слэш home указывая точки монтирования мы как бы говорим установщику ubuntu где ему расположить файлы во время установки то есть сейчас все файлы относящиеся к бунту будут располагаться на одном разделе но если бы мы создали еще один раздел и например указали бы у этого раздела точку монтирования home то тогда сама операционная система находилась бы в корневом разделе а файлы обычного пользователя находились бы на другом разделе вот здесь убедитесь чтобы у вас было выбрано devsda то есть чтобы был выбран жесткий диск а не раздел затем нажимаем установить сейчас продолжить вот здесь указывайте часовой пояс например пускай это будет иркутск вот здесь выбирайте раскладку клавиатуры я выберу русскую а вы выбираете ту с которой вам удобнее набирать текст ну и здесь вводим имя затем имя хоста точнее имя компьютера я например ввиду комп и вводим пароль теперь что касается шифрование домашней директории пользователя которая будет находиться в директории home если вы вот здесь поставите галочку если кто-нибудь имея физический доступ к вашему компьютеру вставит в него флешку и загрузится в лайф режиме с какого-нибудь дистрибутива linux как мы это сделали сейчас то доступ к файлам не получит так как директория пользователя будет зашифрована так как в нашем случае все личные данные будут храниться на диск иди и скорее всего вы не будете оставлять свой компьютер без присмотра и навряд ли кто-то целенаправленно захочет получить доступ к вашим файлам поэтому нет особого смысла шифровать домашнюю директорию пользователя в общем ставить эту галочку на свое усмотрение но я на всякий случай поставлю затем нажимаем продолжить и вот пошла установка все установка убунта закончена нажимаем перезагрузить здесь нажимаем enter вот появилась загрузочное меню grab внизу мы видим таймер сейчас я восстановлю так вот этот таймер показывает в течение какого количества секунд загрузчик grab дожидается выбора одной из записей меню если вы ничего не выберете grab запустит выбранную операционную систему по умолчанию то есть загрузится ubuntu время таймера по умолчанию это 10 секунд но все это можно настроить а также можно изменить порядок загрузки операционных систем по умолчанию то есть можно сделать так чтобы по истечению времени таймера загружалась например операционная система windows как загрузочном меню grab изменить порядок загрузки операционных систем время таймера все это вы узнаете в видео по настройке ubuntu в общем как вы уже наверняка поняли чтобы загрузиться с windows выбираете последний пункт. В дополнительных параметрах можете загрузиться в режиме восстановления, если вам это будет нужно. Ну и чтобы загрузиться с Ubuntu, соответственно выбираете Ubuntu. Вводите пароль и вот загрузилась Ubuntu. Если у вас не появилось загрузочное меню Grab, то в таком случае запускаете UEFI, переходите во вкладку Boot и здесь напротив Boot Options нужно проверить приоритет загрузки, то есть должно быть выбрано Ubuntu. А вот что касается ноутбука Lenovo, то здесь нужно перейти во вкладку Boot и где написано EFI, также проверить приоритет загрузки. Если его нужно изменить, то сделать это можно с помощью горячих клавиш F5, F6. В материнских платах от других производителей такой же принцип смена приоритета загрузки. Я думаю, вы без проблем разберетесь. Ну и после того, как вы ставите приоритет загрузки, сохраняете изменения и выходите из UEFI. Вот я в Ubuntu открыл файловый менеджер и вот мы видим раздел, это DiskID. Чтобы получить доступ к файлам, находящимся на DiskID, достаточно на него один раз кликнуть и он смонтируется или, проще говоря, подключится к файловой системе. У меня сейчас раздел смонтировался нормально, но у вас же может вылететь вот такое уведомление и раздел не смонтируется. Так вот, чтобы решить эту проблему, нужно загрузиться с Windows. Затем нажимаем на пуск и сразу вводим CMD и затем нажимаем сюда правой кнопкой мыши и выбираем запуск от имени администратора. И вот чтобы решить проблему с монтированием DiskID в операционной системе Linux, нужно выполнить следующую команду и нажимаете Enter. Если у вас была проблема с монтированием DiskID, тогда можете сейчас перезагрузить компьютер и проверить нормально ли монтируется DiskID. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok